Неделя спорта Юлия Целиковская сейчас вам расскажет, чем примечательно данное мероприятие. Что сегодняшний забег посвящен пятилетию универсиады. Вот ведущий объявляет старт, студенты зажигают фонари и начинают свой марафон. Так улицы деревни были преодолены бегущими огнями. Заряд живых эмоций, блестящие глаза студентов, ободряющие крики, смех и танцы – все это сделало вечер незабываемым. Бегущие огни выстроились в композицию, которая была запечатлена квадрокоптером с высоты птичьего полета. Акция действительно прошла на высшем уровне, и каждый участник получил заряд положительных эмоций. Это стало местом таким родным, поэтому такие мероприятия нас сближают, пусть их будет побольше. Юлия Целиковская, Анна Папандопова, Неделя спорта. Переходим к футболу. Наконец-таки в нашу программу вернулась студенческая футбольная лига Республики Татарстан. Первый соперник на этой неделе для сборной Казанского федерального университета – сборная Казанского государственного медицинского университета. О ходе матча вам подробнее расскажет Елизавета Иванчикова. 12-й тур футбольной студенческой лиги оказался непростым для сборной Казанского федерального. В этот раз сборная КФУ встретилась со сборной Казанского государственного медицинского университета. С первых минут команда Казанского федерального начала атаковать своих соперников. Большую часть первого тайма мяч находился у ворот медицинского университета. Но медики уверенно держали оборону, ведь это и была их основная задача в этом матче – не пропустить. А вот у сборной КФУ была совершенно противоположная тактика – стараться играть в более атакующий футбол. Федералы создавали опасные моменты у чужих ворот, не подпуская к своим. В первом тайме со стороны сборной КФУ было множество попыток забить гол. Но каждый раз оборона медицинского университета останавливала мяч до своей штрафной площади. Так, на 25-й минуте федералы совершают еще одну попытку распечатать ворота медиков. Но мяч пролетает над ними. К концу первого тайма инициативу перехватывает команда медицинского университета и уверенно ведет мяч к воротам федералов. Но их спасает штанга. После этого сборная КФУ производит замену. На поле выходит игрок под номером 17 – Ростислав Гриценко. А на скамейку запасных отправляется игрок под номером 31 – Роман Софиулин. К концу первого тайма за излишнюю грубость игрок команды КФУ Искандер Шамасов получает желтую карточку. Команда уходит на перерыв со счетом 0-0. Во втором тайме с первых минут преимущество оказалось на стороне медицинского университета. Они уверенно ведут мяч, приближаются к воротам КФУ и вот удар. Но вратарь успевает поймать мяч. Пытаясь разнообразить игру, обе команды производят замену игроков. В команде КФУ на скамейку запасных отправляется игрок под номером 49 – Айнас Харматуллин. На поле выходит Раймиль Шаймуратов. Со свежими игроками матч становится более насыщен опасными моментами. По сравнению с первым, во втором тайме у команд была возможность забить голы со штрафных и угловых. Но они этого не реализовали. Игра окончена. По результатам двух таймов – ничья. Эмоции, конечно, у нас неположительные, потому что мы были фаворитами в этой игре. Мы хотели победить, нам три очка эти были очень нужны, но, к сожалению, мы не то чтобы не смогли победить, мы даже забить не смогли. Ранее команды встречались лишь в октябре прошлого года, в пятом туре. Тогда победу одержали федералы. На этот раз трудно сказать, по каким причинам обе команды показали менее результативный футбол, чем в прошлый раз. Елизавета Иванчикова «Неделя спорта». Боевая ничья получилась в матче с медиками, а вот в матче с архитектурно-строительным университетом наша сборная по ним проехалась словно катком. Счет 4-1 в пользу федерального университета. В турнирной таблице дела обстоят следующим образом. На первом месте Кнету КХТ, у них 23 очка. Вторыми без поражения идет Павловская академия физической культуры, спорта и туризма. У них 21 очко. Тройку призерва замыкает Казанский федеральный университет. 18 очков в активе. Сборной Казанского федерального остается сыграть еще два матча с Павловской академией физической культуры, спорта и туризма. Время и место проведения которых еще не назначено. Следите за развитием событий. С большого футбола перебираемся на поля мини-футбольные. В эту субботу состоялся товарищеский матч между студентами Института социально-философских наук и массовой коммуникации против выпускников журфака. Чье поколение взяло вверх, расскажет Мария Кошеленко. В культурно-спортивном комплексе Уникс в честь Дня печати Республики Татарстан состоялся товарищеский матч по мини-футболу. Игра вызывала большой интерес. Где еще увидишь, когда на площадке встречаются команды, составленные из нынешних студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и выпускников факультета журналистики. Первый игровой отрезок. Футболисты команды из ФНИМ пытаются прорваться к воротам соперника, но выпускники держат оборону. От середины первого тайма счет 0-0. Защита команды студентов и команды выпускников очень сильная, поэтому попытки прорваться к воротам неуспешны у обеих команд. 9 минут до конца игры. Молчание прерывает команда из ФНИМ. Первый гол забивает Максим Ястафьев. Но выпускники не отстают и уже через пару минут Артур Яникеев сравнивает счет. На перерыв команды ушли при счете 1-1. Сторожности были, потому что мы создавали много моментов и не все были реализованы. Мне даже казалось, что какой-то один момент у выпускников может решить игру в их пользу и мы останемся в неудел. Начало второго тайма. Игрок команды из ФНИМ Сергей Тенебеков забивает гол в ворота соперника и выводит студентов вперед. Казалось бы, преимущество на стороне из ФНИМ, но выпускники вновь сравнивают счет, а через пару минут они забивают еще один гол. Ведут выпускники. Отыгрываться приходится теперь студентам. Иван Евсеев, нападающий командой из ФНИМК, оформляет дубль команде выпускников, тем самым обыгрывая их. Две минуты до конца игры. Благодаря контратаке Артура Яникеева счет становится равным 4-4. А это значит, игра переходит в серию послематчевых пенальти, где главным героем стал вратарь команды из ФНИМК Даниил Хуснудинов, отразив решающий удар в свои ворота. Это все-таки товарищеская встреча, товарищеская игра. Во-первых, она не предполагала какого-то особого выделения одной из команд. И как бы мы изначально исходили, что болеем из-за тех, из-за тех. Потому что и эти свои родные, и те свои родные. Вот как можно здесь за кого-то болеть серьезнее. Поздравляем журналистов с их профессиональным праздником, а команду Института социально-философских наук и массовых коммуникаций с победой в матче. Мария Кошеленко, Виктория Степина, Неделя спорта. И напоследок завершающий вид спорта-киады Казанского федерального университета, а именно 66-я легкоатлетическая эстафета. Александр Кулалаев побывал на данном празднике спорта и готов рассказать вам все то, что там происходило. Толпы болельщиков, множество спортсменов и группы поддержки. Все это 66-я легкоатлетическая эстафета Казанского федерального университета. Последняя в этом спортивном сезоне. В забегах принимали участие студенты 17 институтов КФУ, в том числе и Набережно-Челнинского и Елабужского институтов. Мероприятие началось с награждения золотых медалистов ГТО. Выстроившись в ровную шаренгу, еще молодые спортсмены, сумевшие доказать свое мастерство, с радостью принимали заслуженные награды из рук заведующего общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта Владимира Двоеносова. В этом году в университете около 600 человек у нас дало нормативы ГТО. На золотой значок 76 человек, 140 на серебряный, около 400 на бронзовый значок. Несколько фотографий, радостные лица и все еще стоящие на фоне, но уже настроенные бежать участники. Стадион стал готовиться к первому забегу. Всего зрителей их ожидало 6. По два женских и мужских, а также два смешанные. И вот оно, долгожданное построение участников на старте и сигнал о готовности. Начались женские забеги. Все девушки вели активную борьбу за первое место, пытаясь как можно быстрее обойти своих соперниц. Каждое объявление ведущими лидирующих институтов вызывало бурю эмоций у их болельщиков. По итогу, на первых позициях хорошо обосновался Институт управления экономики и финансов. Они выступали аж двумя группами, каждый из которых показал достойные результаты. Также в борьбе за медаль активно себя проявили Набережно-Челнинский институт и юридический факультет, который долго соревновался с Институтом физики за третье место во втором женском забеге. Таким образом, в двух эстафетах тройку лидеров составили юридический факультет, вырвавший бронзу у Института физики. Серебро получил Набережно-Челнинский институт, а золото с отличным результатом в 3 минуты 26 секунд и 9 сотых взял Институт управления экономики и финансов. Стартовали мужские забеги. В первой эстафете отлично себя проявил Елабужский институт, вырвав победу из рук оппонента, спортсмена Института психологии и образования. За ним следовал Институт экологии и природопользования, решивший все-таки нагнать своих оппонентов и забрать в этой эстафете серебро, а замыкал тройку лидеров, изначально вырвавшийся вперед и бежавший далеко впереди Институт психологии и образования. Второй забег оказался триумфальным для очередных гостей города Казань, Набережно-Челнинского института. Они смогли не просто вырвать победу в своей эстафете, но и взять золото среди всех участников с отличным временем в 2 минуты 49 секунд и 98 сотых. Вторым шел юридический факультет, и бронзу в мужских забегах забрал Институт управления экономики и финансов. В смешанных забегах неожиданным образом себя смог проявить Институт вычислительной математики и информационных технологий, взявший первое место в своей эстафете и бронзу среди всех команд. После него на ступень выше стоял Институт управления экономики и финансов, уступивший всего 5 секунд фавориту данного забега, Набережно-Челнинскому институту, закончившему смешанный забег всего за 3 минуты, 7 секунд и 84 сотых. Александр Кулаваев, Елизавета Ивановичкова, Неделя спорта. Ну вот и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Пленсков, вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова